Сегодня главу города в управляющей компании СПМР встречали всем коллективом. Если предыдущий визит был неожиданным, то в этот раз Виктора Букина ждали. Первым делом директор управляющей компании показал главе города укомплектованные автомобили для аварийных бригад. Таких всего три. Вы как работаете? Измены? Уководитель? То есть заводитель? Да. Сотрудники СПМР утверждают, что готовы не только к аварийным выездам, но и в целом к зиме. Необходимая техника, с их слов, у компании имеется. На каждом участке есть аварийная машина, полностью укомплектованная для решения аварийных задач. Плюс есть техничка, которая помогает добраться как можно быстрее по вызовам и так далее. Закуплена техника для уборки территорий в зимний период. Это два трактора, плюс заключенные договора с подрядными организациями, которые поставят тот еще объем необходимой нам техники по факту, который нам действительно будет необходим. После осмотра машин аварийных бригад глава города осмотрел офис, в котором трудятся сотрудники. Ну, сегодня я скажу, что мне, по крайней мере, отрадно то, что у вас появилось нормальное, достойное рабочее место. Совсем другое заключение сделал глава города три недели назад. Тогда в офисе СПМР Виктора Букина неприятно удивили торчащие повсюду оголенные провода, высохшие в вазонах цветы, куча мусора, неработающие кассы. Повесьте доску, на которой вы рисовать будете. Эта бригада пошла туда. План, как Жуков рисовался. Ну, что это, как это, да хорошая. По прошествии трехнедельно лицо изменения к лучшему. Диспетчеры докладывают Виктор Бухин о том, что теперь поступающие от жителей заявки вносят в компьютерную базу данных. Так проще отслеживать их исполнение. Во всех помещениях порядок. Можно даже здесь, на сегодняшний совет, иногда проводить. Кассы для приема платежей на первом этаже офиса работают. В кабинете директора по просьбе Виктора Букина повесили карту города. Наконец-то мы видим нормальный плакат или карту города Сергия Посад. Вы весь фонд свой изучили? Ну, более-менее. Более-менее. Ну, не будем вам устраивать за счет. Это я бы свои дома как-то выделил в определенный цвет. Однако за внешним благополучием, которое вновь воцарилось в бывшем офисе Посадэнерго, по-прежнему нерешенными остаются некоторые проблемы. О них главе города рассказали жители, которых он встретил в ходе осмотра. Впрочем, сотрудники управляющей компании утверждают, что платить дважды никому не придется. На вопрос об ошибках в квитанциях директор СПМР ответил буквально следующее. Мы пытаемся, но вот я даже, наверное, хочу как-то обратиться к вам с помощью, чтобы разобраться с этим ЕРКЦ. Потому что мы делаем все, что можем, но все равно получаются какие-то некорректные платежки. Ну, надо понимать, что никакого отношения, собственно говоря, к выпуску квитанции данная компания не имеет. Поэтому это отдельная тема с ЕРКЦ. Мы с Сергеем Александровичем Пахомовым уже писали докладную записку к губернатору о том, что какой месяц подряд у нас происходит нестыковка с данными, с фактическими и выставленными данными. Поэтому в этом направлении работа отдельно проводится от управляющей компании. Единственное, что, конечно, они в этом плане, как и все другие люди задействованы в этом процессе, помогают МОСОБЛРКЦ, то есть выверяют файлы, выверяют конкретные квитанции. Но самое страшное, что происходит, после выверки квитанции повторяются, причем с другими ошибками. Мы сегодня специально сюда приехали с вами, потому что договаривались, что мы посмотрим через некоторые. Знаете, это экстраординарные меры, чтобы глава города задачу поставил и приехал ее, собственно говоря, проверить. Но так приходится, когда вот процесс становления не идет, как нам хотелось бы, быстро. И эффективно. Поэтому я сегодня доволен, я доволен сегодня этой поездкой. Но, вы знаете, вот это мое удовлетворение, оно поднимает для компании более высокую планку. Теперь я могу сказать, что у вас все есть для того, чтобы качество работать. А дальше мы будем выезжать на территорию и смотреть вот те дома, которые вы обслуживаете. Что было и что становится, какие планы. Татьяна Сташенко, Алексей Галкин. День города. Татьяна Сташенко, Алексей Галкин.